Зажги огонь атаки, красотулька! Спасибо большое, мистер Сергея Тодума, очень приятно. Ну посмотрим, что ли это сделать, защитить огонь атаки, тем более с тобой поддержкой. А Андрей Китрюга, смотрите, сказал, что у меня за бесплатное занятие. Ничего не другое, не дайте его, это он специальный, никакой честь не положен. Не, ну может быть, если кто-то из вас будет очень сильно милоспалять, тогда может быть да. Ну что, лапин? Я плохо помню, как-то надо играть, как всегда, все варианты плохо помню, но будем, если что, импровизировать. Ладно, пока что конь f3. Так, как-то выразивать слона, или может быть через е6 его вывести. Наверное, через е6 вот здесь выводится. Так, конь c3, пока что он напал на ферзя. Слон е7. Нужно слон d3, я хочу просто рейкеровку сделать где-то слон d3. Да, вот изолян, будем эту репку потихонечку вытягивать. Ну, типично, да, как мы всегда играем. Посадили сочный репку, теперь нужно ее вытянуть. Так, что делать с этим слоном? Где-то бы коня посадить на е4, ферзя, на е2, ладю на д1. Да вроде бы ничего. Вроде бы можно так пойти. Конечно, конь немножко повис, но я думаю, не страшно, я сейчас слон обнимет. Ну давайте, ладно, ферзя 2. На слон b7, ладя, f1. Можно еще где-то h3 сыграть, а чтобы никаких, или это конь g4 не было. То есть на конь b4 у нас есть вот слон b1. И на конь d5, возможно, h3 может быть, сыграть на конь g3, f1. Так, ну давайте, слон, я не знаю, сейчас у него будут вязачи пешки, да, мы немножко изменили структуру, может быть, структура напрасна. Я укрепил пешку d4, ну да, зацепился на прошлом. Мы идем в будущее. d4. Как теперь сыграть? Коня сейчас бы поставить на 5, то есть на слон b3, у меня есть всегда ход ладится 3. На слон b4, ладя b3, да, есть такое еще. Может быть, слон на 6 лучше пойти. Мы это яблочко висящее хотим ссандраться. По времени нормально. Хотя это немножко странно, да? Хотя это немножко странно, да? Потому что ферзь 7, f4? Не понятно, что с ферзь 4. Так, но слабости у черных нету проблем. А, я думаю, что я срублю, а тут нельзя оружить, потому что ладян будет не очень-то приятно. Ай-яй-яй, этого я не учла в своей жизни. Ну ладно, пойдем сюда. Если он сыграет слон d2, тогда я отвечу слон b4. А сейчас я пойду, то я не знаю, что я буду делать. Слон d2, слон d2. А, ну я думаю, еще страшно. Там, если что, мы срубим. В общем, ферзь наша пускается в очень рискованное путешествие. Слон b3, ну ладянь д8. Такое страшное приключение. Ну, надеюсь, что у него все наладится в этой жизни. Слон d5, что ли? То не забудется в этих джунглах, чтобы эти слоны его не съедят. Ладянь д8. Ну что, а? Хоть у ладянь д8 нету. Вроде можно. Вроде все контролируется. А, нет, ладянь д8, слон d6, слон d6, ферзь h5. А, конь дж4, я же не могу играть там, а то слон под боем. Ё-моё, вот это я зима. Ну ладно, пока что, ничего страшного тут нету. То есть, мы, я думаю, можем защититься. Так, у меня еще тут идея появилась. Играем ладянь д8, я хочу где-то конь д7, на король d7 ответит. Ферзь e6, и конь д7, как заметят, что я защитил своего слона, да? Я не знаю, не успеваю посчитать. Это гениально, да. То есть, по-прежнему ферзь e2 нельзя, слон h7. Ничего хорошего, да? Это вот h6, возможно. Ну там слон f6, слон f6, конь f7, король f7, ферзь e6, король f8, слон g6, ну как грозит, ферзь e7. Ну там ладится 7, ферзь e8, да, есть. Так, бьем, бьем, конь f7, напал сюда, король f7, ферзь e6, шаг, король f8, слон g6. И как защищаться, молодец, а 7 ферзь e8, а 9, а 9, а 9, а 8 мат. Кстати, я буду, это висящее яблочко содрать, наверное, он такой спелый. Окей, я бью, напал пока что, да, об этом я вообще не подумала. Так, давайте подумай сейчас. Кроли f7, ферзь e6, ну, держи это нечего, потому что если я этого не сделаю, то мне точно конец, да? Так, бьем, шаг. Так, бежим сюда. Так, ну я вижу. Ой, смотрите, война угроза, и сюда, и вот так вот я могу этого защититься. Нету, у него нету, да, это у него нету, что вот я здесь, а 6-7, ферзи e6, ферзи e6, что вот так неожиданно. Кошмар. Что делать? Более все висит. Там уже и владеть с 8, будет висеть. Так, давайте помним. Ферзи e6, да? Походу первую партию не удается. Как уже защититься от этого? Выбрать? Ладя da7, это и бред какой-то, сложно это странно. Или можно лады 5. Наверное, слот D5 можно пойти, да? Давайте собираем слот D5. Я не знаю, к чему это вас приведет. Наверное, никого, потому что CD... По-прежнему грозит ферзи в 7. Ну, он же не обязан никак реагировать. Да, есть ход как бы ферзи в 5. Ну, опять-таки, я могу просто даже ферзи в 5 забрать. Ну, ладно, разминочься партия. Моему сопернику повезло, потому что я разминалась. Вот, если говорить столько стрелок, то так много ходов можно просчитать. Вы можете зайти к нам на прошлую трансляцию, разбор партии Алмазов с Ахип Кираном. Там он просчитывал на 11-12, хорошо, что я этого не сделала. С кем игра? Да, это было реально интересно. То есть он 34-й ход, а он уже форсировано посчитал до 45-го победу. Да, Алмаз оказался огроменным. Да, это очень не пастерский ход. Вот я поэтому его и сделала. И здесь у нас это нестандартные фигурки и нестандартная доска. Здесь, на самом деле, я сделал так, чтобы это было в виде чесла. Да, сейчас чес-мейстер пришел сюда бежать меня. Но при этом более красный. Ну, они, видимо, более сочные, более такие приятные. И цвет доски тоже нестандартные, на честь и нет такого. Это просто время не видно, серьезно, что ли? Ну, ладно, сейчас поправлю, ребята. Ну, ладно, сейчас поправлю, ребята. Часики плохо видно, хорошо. В следующей партии это справлю. Я по моей партии не ставлю, кстати, на счет. Значит, когда в следующей партии начнется, я постараюсь это изменить. Итак, ну что? Постараюсь часики подкрасть, чтобы вам не было лучше видно. Тут вот ниндзя из Аргентины тоже победила.